Дарья в подобных рейдах уже не раз принимала участие. Показывать ее лицо нельзя, ей всего 17 лет. Чтобы слышать все, что происходит в кафе, мы заранее прикрепили к одежде подростка радиомикрофон. Девушке предстоит купить алкоголь на 200 рублей. Номера купюры записаны. Чтобы не привлекать внимание работников общепита, девушка идет к кафе пешком. Наша съемочная группа вместе с активистами едет следом. В первом здании заходит один из участников проекта, затем Дарья. Две банки пива школьница купила. Без проблем. Зашла в кафе на Матуринской, спросила, есть ли что-то на вынос. Мне сказали только пиво. Взяла пиво, не спросили паспорт, продали. По словам общественников, этот случай не первый. Жители близлежащих домов неоднократно видели, как подростки выходят из этого кафе с алкоголем. Мужчина за кассой уверял, что всегда спрашивает паспорт, но в этот раз ему не повезло. Я же объяснил, я подумал, что она с молодым человеком пришла. Молодой человек чай взял, а она пиво. Так нет, молодой человек взял чай, не алкоголь. А девушка взяла алкоголь. Но сейчас не надо оправдываться, юлить, убегать куда-то. Я не юлюю. Я как подумал, так и сказал. Признаете факт, вы продали алкоголь. Да, я признаю. Вы признаете факт, что вы продали алкоголь. Позже выяснилось, что мужчина здесь работает поваром, а кассир сейчас на кухне ремонтирует мангал. Но это уже не важно. За нарушение закона все равно придется ответить. На вас, как на физическое лицо, может быть наложен штраф судом в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Должностное лицо, либо ИП, приравнивается к штрафу от 100 до 200 тысяч рублей. И юридическое лицо, если у вас оформлено от 300 до 500 тысяч рублей. Через некоторое время появилась и хозяйка кафе. Бизнес-вумен уверяла, что заведение работает с мая по сентябрь. И сейчас в здании ремонт. Среди посетителей только ее друзья. На данный момент кафе вообще не работает. Это... Что вообще продал? Кто продал? Вот спрашивайте у работника. Сторож. А сторож? Сторож? Это сторож. А он, в своем поваре. По словам женщины, ее сотрудники здесь работают неофициально. Участники проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» обратили внимание и на другие нарушения. В помещении печное отопление. Но огнетушителя поблизости нет. Маленький баллон удалось найти спустя несколько минут. Однако в случае ЧП это подручное средство не спасет. Никогда не думал, что буду заниматься просроченными огнетушителями. Ладно, продукция, но уж огнетушители. Туалет также оказался в неисправном состоянии. Ремонт все-таки напоминает хозяйка. Если посетители есть, то они на улице спасут, я так понимаю. А посетителей нету. А вы подружками в туалет не знаете? Ну, мы не. То есть вы сюда? Служебные. Да, подружки. Что не нашли, да? В принципе, подружки знают, куда едут, поэтому... Пока бизнес-вумен проводила нам экскурсию, мужчина, который отпустил пиво несовершеннолетний, таинственным образом исчез. Полицейские составили протокол, на предпринимательницу ей грозит крупный штраф. Однако у общественников осталось еще много вопросов к этому заведению. И самый главный, насколько законно размещение кафе на берегу? Ответ на этот вопрос должны дать представители контролирующих органов. Татьяна Жданова, Сергей Павлов. Новости.